Привет всем любителям покупок из Токио! Это видео-продолжение шоппинг-влог, который вы могли видеть на прошлой неделе. Сейчас мы с вами находимся в универмаге известном. Называется он Takashimaya. Я увидела в продаже итальянский бренд. Называется Semi Couture. Сейчас проходят распродажи, летний сейл. В Японии летние распродажи начинаются с 1 июля. И продолжаются до конца июля. В некоторых местах даже до конца лета, до конца августа. Вот такое симпатичное летнее платье. Взяла померить, но оно мне абсолютно не подошло. Давайте посмотрим, что еще продается в этом бренде. Обратила внимание, что много вещей в горох. Это летние коллекции, на которые сейчас скидки. Вот еще горошек уже на черном фоне белый, на сером фоне белый. Несколько летних легких платьев я выбрала, но, к сожалению, ни одно мне не подошло в этом бренде. Консультант рассказывал, что дизайн французский, а все вещи шьются в Италии. Это тот же бренд Semi Couture, как я поняла. Но другая линейка, которая шьется из натуральных тканей. Мне понравился вот такой вот легкий жакет с укороченным рукавом, с карманами. Он был в двух цветах. Голубой с серебряным. И вот такой вот персиково-розовый с золотом. Вам, наверное, издалека не видно фактуру ткани. Давайте покажу. Она очень интересная, с золотом. А сейчас я в примерочной уже совсем другого бренда. Это Sea by Chloe. Здесь я мерю летние легкие брюки. Они тоже на распродаже. Голубого цвета с рисунком. Из очень легкой ткани. Это стопроцентный шелк. Широкие брюки с защипами. Мне нравится фасон. Мне нравится, что они такие легкие, летние. Это 38-й размер. Достаточно маленький. И, в принципе, можно было бы мне померить на размер больше. Стоят они 29 700 йен. Уже со скидкой это примерно 280 долларов. На витрине мужского люксового бренда Берлотти увидел очень симпатичную сумочку. Как вам? Давайте заглянем, посмотрим. Ходит бренд и мужской. Ну, сумочка маленькая, очень симпатичная. Мне кажется, вполне подойдет для женщин. Сейчас я поговорила с консультантом. И он мне рассказал, что все сумки, которые были в этом бутике, купили себе именно женщины. Вот такая вот сумочка. Пишите в комментариях, как вам нравится. Традиционная расцветка с надписями. Этот бренд часто использует градиент. Потинки у них такие красивые. Мужские тоже есть с градиентом. Вот с такими надписями. Ремни. Аксессуары различные. Блокноты, записные книжки, кошельки. Такая симпатичная мини-сумочка. Цвет скорее осенний. Градиент из оранжевого в темно-темно-коричневый. Плотная, очень хорошая, гладкая кожа. Давайте посмотрим, как она открывается. Единственное, что вы видите, здесь нет никакой молнии. Закрывается она вот так вот на магнит. А это другие варианты мужских сумок. Вот такие вот ремни еще здесь продаются. Ботинки очень красивые. Универмаг Токошимай состоит из двух зданий. Сейчас я зашла во второе. Здесь настоящий оазис. Продаются разные цветы. В основном в горшках пальмы разные, кактусы. Сверху свисают тоже цветы. Ощущаю себя в каких-то джунглях. Какая красивая пальмочка, посмотрите. И вот это вот мне понравилось для дома. Посмотрите, какие необычные растения. Они, видимо, живут в ваде, как аквариум. Вот такие вот мини. Вот такой вот магазинчик, чего здесь только нет. И большие деревья пальмы. И вот такие вот миниатюрные, посмотрите, растения без горшка. Идем с вами дальше. Посмотрим, что еще здесь продается. Шляпки. Опять шляпки. Нет, больше ничего смотреть не буду. Я же уже купила одну шляпу. Сейчас вернусь домой и покажу вам, какую. В прошлом видео вы могли видеть примерки. Вот этот вот известный бренд, который производит домашнюю одежду. Японский. Производство, правда, у них в Китае. Но бренд японский. Называется Джелату Пикуэ. Симпатичные расцветки. У них новая коллекция. И одежда на сейле. Известную марку мороженого вижу. Хотела его как раз попробовать. Может быть, куплю на обратном пути. Когда буду возвращаться домой. Итальянская марка. Шоколад. Мороженое. Вот такие у меня сегодня покупки. Я уже дома. Давайте смотреть, что купила, что выбрала в этот раз на скидках. В известном очень универмаге сетевом. Называется он Takashimaya. В Японии есть в разных городах, в разных районах Токио. Шляпу показываю. Какую выбрала от японского бренда. В прошлом видео вы могли ее видеть под номером 14. Спасибо, кстати, всем, кто проголосовал за шляпки. Кому какой вариант больше понравился. Я выбрала вот такой вот средний вариант. Который можно использовать и на отдыхе, на пляже. Со средними полями, не очень широкими. Поэтому есть вариант, что может быть я ее и в городе поношу. Прямо в этом магазине прикрепили мне вот такую вот резиночку. Она убирается под волосы. И шляпа не улетит. Если будет сильный ветер, вот так вот мне ее прикрепили. При том время заняло это 5 минут буквально. Не знаю даже, как они так быстро сделали. Видимо, у них какая-то мини-мастерская. Мастера работают. Вот такая симпатичная шляпка. Она частично еще сделана с тканью. Мне еще очень понравилась шляпка под номером 2 из прошлого видео для города. А для пляжа под номером 7 с широкими белыми полями. Кто не видел предыдущее видео, смотрите, как шляпка смотрится на мне. Еще купила в марке Теория, там американский бренд. Обычный белый топ планирую его носить под жакет вниз вместо футболки. Не под все образы подходит футболка из хлопка. И я искала как раз что-то подобное. Майку или вот такой вот типа футболки из трикотажа. Под кардиганы вниз можно надевать. Ну, в общем, такая обычная, но очень нужная вещь для удобства комбинирования разных образов. Это топ из новой коллекции, на него не было скидок. И еще одна вещь, которую купила. Еще не открыв, уже сразу видно по расцветке. Это вот этот вот жакет от итальянской марки Semi Couture. Нежно-розового цвета с золотом. Он продавался тоже на летние распродажи. Я меряла два размера S и M. В итоге выбрала S. Потому что модель и так достаточно объемная. Оверсайз. Цена вот такая вот на него была 37 тысяч японских йен. Производство Италия. Я уже посмотрела на официальном сайте. Мне высветился итальянский сайт. И вот такие вот жакеты еще есть в продаже. И там на летние скидки они стоят примерно 230 евро. Это не намного больше, чем в Японии. То есть цена не сильно завышена. Вот такой вот жакет. Он на кнопках без подкладки. Летний, легкий. И я заказала еще один костюм. Поэтому мы с вами отправимся еще раз в этот универмаг Токошимая. И в конце видео покажу вам еще покупки. А сейчас немного бьюти новинок. Это бренд Канеба. Покажу вам увлажняющую линейку помад. Вот такое вот у нее название. Мойстер Рушнео. Вот это вот оттенок номер 301 из постоянной коллекции новинка. А следующие оттенки лимитированный EX03. Лиловый цвет. Холодный, прозрачно-карамельный. Как конфетка-леденец. Из темного винограда или черной смородины. Следующий цвет EX04. Это тоже лимитированный оттенок. Светло-светло-розовый. Это линейка очень сильно увлажняющих полупрозрачных помад. Они не дают яркого оттенка. Поэтому смело можно выбирать самые яркие красные цвета. На губах они смотрятся очень глянцевыми, карамельными. Помады без одушки, без запаха, без вкуса. Это не липкие, очень комфортные для тех, кто любит глянцевые губы, как блеск для губ. С очень хорошим увлажнением, с уходом для губ. И покажу вам в сравнении еще одну помаду из другой линейки. Называется она N Rouge. И бренд это тоже Canepo. Один из моих самых любимых оттенков номер 160. Мюдовый припылено-розовый цвет. И как вы можете видеть на свотчах, линейка N Rouge имеет более плотное покрытие. На руке слева, а справа полупрозрачный цвет из увлажняющей линейки номер 301. А сейчас давайте посмотрим новые лимитированные оттенки. Они все обозначаются EX. Это цвет номер EX4. Он очень-очень светлый. Прозрачно-нежно-розовый. Делает очень красивыми губы, напитанными, припухлыми и легкий-легкий оттенок розового. Практически его не видно. Покажу вам свои три любимых помады из другой линейки, которая называется N Rouge, более плотным покрытием. Цвет номер 160, который вы видели перед этим. А этот чуть более бежевый, 161 оттенок, очень красивый. 152, тоже светлый, приглушенный, нюдовый, розово-коралловый цвет. 152. Я сделала свотча на руке, его я нанесла вот здесь вот с краю. Очень красивые три оттенка, мои самые-самые любимые. Если вы любите нюдовые цвета, выбирайте любой из них и вам точно понравится. Это светлый нюдово-бежевый цвет, номер 161. Очень красиво он смотрится на губах, покрытие достаточно плотное, но помады очень увлажняющие. Без отдушки, без запаха, без вкуса. И последний оттенок номер 160. Я его нанесла посередине, это приглушенный розовый, более холодный оттенок. А справа на руке у меня нанесены свотчи вот из этой увлажняющей линейки, новой. 301 ярко-красный, он из постоянной коллекции, но как видите, он не очень яркий получается на губах. Полупрозрачный, очень глянцевый, как карамельная конфета. И справа нежно-розовый цвет, лимитированный EX4. Вот такие мы с вами сегодня посмотрели новые оттенки. 301 из постоянной коллекции, EX3, EX4 из лимитированный. И есть еще два новых цвета, EX5 и EX6. Давайте их тоже посмотрим, очень интересный. EX5 с двухцветным узором. Муар, вкусный коричневый цвет с желтым, очень красиво смотрится на губах. Это лимитированные оттенки, которые будут продаваться в начале августа месяца. И самый последний из этой коллекции, EX6. Посмотрите, какой красивый, с золотом тоже рисунок Муар. Это единственный цвет в коллекции с золотом. Немного похож на тигровую расцветку. Цвет бургундии и золота. Сочетание глянцевый блеск и золото. Линейка помад с уходом для губ. С мощным увлажнением, как хорошие бальзамы для губ. Вот такие вот самые последние новинки и лимитированные оттенки. Мы с вами посмотрели от японского люксового бренда Канеба. Два более ярких, насыщенных цвета. EX5 и EX6 с золотом. EX3 и EX4 полупрозрачные, очень глянцевые, увлажняющие бальзамы, тинты. Ровно гладко покрывают губы, не текут. Увлажняющий комплекс, масла входят в состав. Далее в видео мы с вами опять отправляемся в магазин. А для любителей бьюти-шоппинга из Японии, ссылку, где можно купить японскую косметику, я оставлю внизу под видео. Международная авиадоставка была прервана с некоторыми странами, но постепенно возобновляется. На этой неделе, например, в Израиль и в Объединенные Арабские Эмираты открылась авиадоставка самолетом. Полный список я оставлю внизу под видео. Открывайте стрелочку, смотрите. Ну а мы с вами уже в универмаге. Я приехала померить костюм из Денима, который мне должны были привезти. И показываю свой летний образ дня. Легкое платье от австралийской марки Зиммерман. А вот костюмчик, который мне привезли в 42 размере. Я померила брюки с высокой талией. Идеально мне этот размер. Итальянская марка называется Морелло. Размеры тоже здесь итальянские. Указанный вот жакет. Тоже 42 размер. Темного цвета. Мягкий Деним. Красивые пуговицы. Пишите в комментариях, как вам нравится такой костюм. По-моему, хорошо сел. Думаю, надо брать. Тем более сейл, скидки. Пока я ждала, когда привезут мой размер в магазин. Цену еще больше снизили. В Японии всегда на сейлах. Сначала делают 30%, потом 40%, 50%. На некоторые марки в конце сейла можно увидеть и 70%. Но на этот бренд уже больше скидки не будет. И увидела еще. Помните, в прошлом видео я мерила такие брюки. Оказывается, есть жилет точно такого же цвета. Я сейчас померю вот с такой футболкой. С золотыми надписями. Футболка стоит 100 примерно долларов. Жилет 280 уже со скидкой. И брюки. В прошлом видео я мерила такие же брюки. В 40-м размере. А это 42-й. Он мне чуть посвободнее, подлиннее. В принципе, те и другие как раз. Вот такой вот получается костюмчик. Очень симпатичный, вкусный цвет. Ярко-карамельный. Но мне не нравится, как это смотрится вместе. Вообще опасно, конечно, покупать вот такие вот костюмы. Именно жилет-юбка, жилет-брюки. Особенно в ярких цветах. Потому что это может быть похоже на униформу. В ярко-синим, красном цвете. Как стюардесса или проводник. Но здесь, конечно, смотря с чем сочетать. В принципе, если надеть коричневую водолазку, например, смотрелось бы, может быть, лучше. Сейчас я померила еще с одной блузкой. Мне она понравилась. Очень симпатичная. С кружевом. Легкая натуральная ткань. Пышный рукав. И сейчас она продается тоже на распродаже. По-моему, 40% скидка сейчас на нее. Но, в общем, этот костюм с жилетом покупать не буду. Хотя брюки неплохие. Можно было купить отдельно только брюки. Можно комбинировать с чем-нибудь другим. А вот блузочка симпатичная. Померила еще вот такой летний вариант блузки. С коротким рукавом. Ну, в общем, свои покупки покажу вам в конце видео. А сейчас мы с вами на этаже, где продается обувь. Давайте посмотрим, какие бренды представлены. Скидки, распродажи сейчас. Также и часть новых коллекций уже представлена. Вот, например, на сейле. На летние распродажи представлен с 30% скидкой. Очень известный английский обувной бренд. Достаточно он дорогой. Вот такие сандалии. 600 с лишним долларов изначальная цена. И минус 30% сейчас. Белые ботинки. От этой марки я мерила ботинки. Но они были очень жесткие. Качественная, конечно, кожа. Но она не мягкая. А это новая коллекция Хлоя. Очень красивая летняя обувь. Более закрытые варианты пока еще не выставили. Потому что в Японии жарко. Это новая коллекция без скидок. А вот это вот на сейле сейчас. Продается на распродаже. 40% скидка. Такие красивые. Мюли-шлепанцы я бы с удовольствием купила. Но, к сожалению, размер последний 39. А у меня 37. Представляете, так обидно. Так что у кого 38,5-39, можете успеть. Еще в таком более спокойном цвете есть очень маленький размер 35. Зато в моем размере есть вот такие вот кроссовки. Сейчас я их померю. 40% скидка. Тот же бренд Хлоя. С красными подошвами. Необычные, такие яркие. А вот таких вот летних босоножек уже нет. К сожалению, очень симпатичная модель. Она из плотной ткани. Сделана из лент. Мерю кроссовки в 37 размере. На носочек внимания не обращайте. Это мне здесь в магазине дали. Просто для того, чтобы померить. Я что-то не пойму. Мне показалось, они не очень удобные. Поэтому пока не буду покупать. Давайте посмотрим, что еще продается. Это вот новая коллекция. Скидок на нее нет. От Марни. Наверное, удобные босоножки в трех цветах. Внизу тоже очень интересные модели с надписью Марни. Кеды. А здесь тоже сандали неподъемные. Очень-очень тяжелые на платформе босоножки. А это вьетнамки классические, как ажурные. 30% скидка. Летом в жару удобно, конечно, вот такие вот сандали. 40% скидка. Без каблука. Яркие цвета. Это марка Пьер Харди. Вот здесь вот какой-то тоже симпатичный вариант. Бежевый и приглушенный золотой цвет. Написано, ручная работа, название брендов и цены. Я стараюсь вам показывать. Цена указана в японских йенах без скидки. От этой суммы нужно отнять 30-40%. Представлены разные бренды. Итальянские, французские, английские, японские. А здесь испанская марка. Симпатичные сандалии, кожа, выделка под змею. Давайте посмотрим цену. 200 долларов примерно стоят. Они уже со скидкой указана цена. Это маленький для меня 36 размер. Вот так вот смотрится на ноге. Но думаю, что они идут размер в размер. Поэтому мне нужно на полразмера, на размер побольше, конечно. Давайте смотреть, какая еще обувь продается. Вот, например, марка Аш. Вот этот повседневный вариант выглядит очень удобно. Как кроссовки для лета. Спортивная подошва, сандалии. Стоят они 19 тысяч йен. Это примерно 190 долларов. Я думаю, сейчас я их померю. В каком цвете выбрать? Наверное, в белом. Да, симпатичнее на лето. Вместо белых кроссовок. Померила в двух размерах. 36,5 и 37. Остановилась на варианте 37. Но обычно у меня какой-то из этих размер. На липучках очень удобные, мягкие. Для повседневных образов, по-моему, отличный вариант. Пишите в комментариях, какая обувь вам понравится больше всего. Мы с вами продолжаем смотреть. Какую еще обувь можно купить на распродаже в Японии в универмагах. Спросила у консультанта. Он мне сказал, что распродажи будут до конца лета. Но, конечно, уже выбора будет меньше. Вот такие еще варианты от Аш. Из летних коллекций со скидками. Есть также новая коллекция. Уже осенняя. Кроссовки, кеды. Вот такие вот бежевые на платформе. Мне понравились. Симпатичная цена. У них около 300 долларов. В Японии написано две цены. Одна с налогом 10%, а другая без. Если вы приедете в Японию туристом, вы всегда можете взять возврат налога. Вот такс-фри. Оформить и забрать прямо в магазине. Уги. Летняя обувь с мехом. А здесь продается обувь для пляжа. Видимо, резиновая. Может быть, для дождливой погоды, например, можно использовать. Испания. Производство написано. А это японская марка. Называется вот так вот. Цумори Чисато. Тоже удобно выглядят сандалии. В спортивном стиле с липучками. Есть вот такие разноцветные. Синий, зеленый, бежевый цвет. И есть черные. Стоят они со скидкой уже 140 долларов. Примерно 14 тысяч йен. Вот такие вот черные. Здесь немного вставка синего и белая подошва. Еще одна японская обувная марка. Часто ее вижу в магазинах. Здесь представлены более классические, элегантные модели. Написано производство Японии. Такие босоножки со скидкой стоят 9 тысячи японских йен. Это около 90 долларов. На устойчивом каблуке цена со скидкой около 120 долларов. В трех цветах голубой, золотой и белой. Я с большими пакетами продолжаю выбирать обувь. Пока есть шанс купить со скидкой. Всегда очень приятно. Вот эти вот очень симпатичные. Мне понравились в таком спортивном стиле. Стоят они примерно 18 тысяч йен. Около 180 долларов. Вот эта вот марка, по-моему, французская. Кто знает, пишите в комментариях. Очень широко здесь она представлена. Но такая обувь, скажем так, на любителя. Достаточно яркие модели. И выполнены они в основном из нубука, замши. Вот что есть на распродаже в моем размере. В Японии часто представлены маленькие размеры. В этом бренде, например, начинаются размеры с 35-го и самый большой 39-й. Маленькие размеры найти легче, чем большие. Иногда бывает даже 34-й размер. Например, давайте посмотрим, какие еще бренды продаются здесь. Вот тоже 40% скидка. Тоже написано сейл 19 тысяч йен. Такие вот спортивные босоножки. Тоже очень приятные. Ну, а это что-то вроде Manolo Blanik. Производство Японии написано о разных цветах. Есть 30% скидка. Изначальная цена была 200 примерно долларов. И минус 30%. Испанская обувь. Здесь интересный вариант с сеточкой. Но я не думаю, что будет красиво нога смотреться. Пальцы даже не знаю. 14 тысяч йен. Это начальная цена и минус 30% из-под рилли. Опять испанская обувь. Прити балерина. Это новая коллекция. 370 долларов примерно стоят. Такие туфли без каблука. Ну, а здесь опять скидки. Сейл. Посмотрим, что еще есть. Открытые летние мюли без каблука. Мне очень понравились. Смотрите, какие симпатичные. С жемчугом и ткань интересная. Типа твида. Это оказался японский бренд с Окинавы. Остров Окинава. Японский курорт. Написано Окинава. Там очень красивое море, пляжи, песочек. Давно я там не была. Симпатичные шлепки, но они без скидки. Это новая коллекция. 240 долларов цена на них. В черном цвете с жемчугом. И кремовый. Очень приятный нежный оттенок. Показываю вам еще обувь японского производства. Написано производство Японии. 30% скидка сейчас. Итальянская обувь. Посмотрим, что здесь есть. Вот такие летние босоножки я мерила, по-моему, в прошлом году в черном цвете. Но не поняла, удобно или нет. На распродаже они стоят 290 примерно долларов. Я померила еще очень удобные кроссовки. Они от японской марки, называется Цумори Чесату. На скидке стоят недорого. Приятный очень консультант здесь в этом магазине был. И выбрала я 2 вот такие вот пары. Покажу вам покупки из дома. Привет всем еще раз. Итак, мои покупки на распродаже. Универмаг Токашимая. Покупок опять очень много. И одежда, и обувь. В этом сезоне хорошо я прошлась по магазинам. Будет еще один влог. Кстати, подписывайтесь, если вы не подписаны. Планирую заглянуть еще в один известный универмаг в Токио. Итак, покупки. Одну пару обуви я взяла без коробок. Потому что, в принципе, они не нужны. Ну, вот это вот положила в коробочку. Цумори Чесату. Японский бренд. Вот такие вот кроссовки купила. Стоили они совсем недорого. 90 долларов примерно. Даже чуть меньше, по-моему, 9 тысяч йен. Приятная такая скидка была. Хорошая. Белого цвета с оранжевыми вставками. 23,5 размер. Это японские обозначения размеров. Кроссовки очень мягкие, удобные. Надеваются они как носки. Просто растягивается верхняя часть. А шнурки здесь чисто декоративные. Легкие, удобные для длительных прогулок. Дизайн такой симпатичный. Мне понравился. Давайте пошуршим немного. Открываю следующую пару. Тоже повседневный, очень удобный вариант. Вместо кроссовок летом, когда жарко. Босоножки, сандали в спортивном стиле. Бренд называется Аш. Я выбрала белого цвета, вставки серого. Здесь также присутствуют. Еще был вариант черный с белым. Более контрастный. Вот такая здесь липучка. Размер 37. То есть идут они размер в размер. Так надо отклеить наклейки. А то так и пойду гулять. В Японии, кстати, на подушеву никогда не клеят такие наклейки, которые тяжело снять. В России, когда покупала обувь, потом не знала, как отклеить наклейки. Очень большие прям клеют с ценниками. И клей еще такой мощный. В Японии в этом плане поаккуратнее, конечно, с обувью. От итальянского бренда Morello купила вещи. Давайте тоже смотреть, что я выбрала. Вот такую вот белую блузку взяла. Пока еще не думала, с чем буду носить. Такая спонтанная покупка. 17 820 йен она стоила. Скидка была, по-моему, 40%. 42-й итальянский размер белоснежного цвета блузка. Рукава присобранные. Немного прозрачная, легкая ткань с кружевом. Ткань натуральная, по-моему, это 100% хлопок. Вот такая вот приятная блузочка. Сзади она выглядит вот так. На пуговицу на одну застегивается. Здесь тоже кружево и сзади, и спереди. Ну и, конечно, купила из денима костюм, который вам показывала. Он стал дешевле еще. Я вам уже говорила, из примерочной. Да, жакет стоит 29 тысяч йен. Это примерно 290, а даже чуть поменьше, 280 долларов. Мягкая ткань, темно-синий цвет. Немного камера его меняет, когда приближаю. Вот сейчас она плохо передает. Он на самом деле более темный. Пуговицы красивые. Здесь отвороты в полоску. Можно отвернуть вот таким образом рукав. И будет видна вот эта вот ткань. Подкладки нет в жакете. То есть он такой более облегченный. И джинсы к нему, брюки, точно из такой же ткани. Достаточно широкая модель. С завышенной немного талии. Пуговицы по бокам. И со скидкой они стоили чуть больше 16 тысяч йен. Вот такие у меня были покупки в этот раз на распродаже. А сейчас я распаковываю пирожные. Давайте вам покажу. Красивые, яркие, летние, французская марка. Широко представлено в Японии. Точно не знаю, может быть здесь немного другие рецепты. Выбор пирожных очень большой. И японские бренды, и французские, и чего только нет. Вот такое вот второе пирожное. Интересно, оно в желе, как будто шар внутри находится. В Японии, кстати, в сладостях не используют искусственные красители. Для достижения такого голубого цвета часто используют спирулину. У продуктов составы очень хорошие. Но в этой марке я не читала, какой здесь состав у пирожного. Но я уверена, что такая известная марка не будет использовать искусственные красители. Вот такая вот красота. Летние пирожные. Надеюсь, вам видео понравилось. Сегодня был такой и шопинг, и бьюти тема, и сладости немного вам даже показала. Буду пить чай. Сегодня заварила жасминовый. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Жду ваши комментарии. До свидания из Токио.